Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта! Мы начинаем нашу программу в студии Я, Индира Бектенова. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Это мастер спорта международного класса по триатлону Даран Конуспаев. Здравствуйте, Даран! Здравствуйте, Индира! Добро пожаловать к нам в студию! Спасибо, что пригласили. Как ваши дела, как настроение? Все отлично, переживаю немного. Не переживайте, все будет хорошо. Даран, давайте начнем все сначала. Как вы пришли в спорт? Я так понимаю, что до триатлона вы занимались плаванием. Да, меня мама в 10 лет отдала на плавание, потому что я жутко боялся воды. Вообще не любил плавать. Я всегда старался как-то не идти на тренировки, что-то придумывал. А потом, как бы я полюбил это занятие. Нет, тренер попался очень грамотный, умный. Дорин Сергеевич, мой первый тренер. Спасибо ему, конечно, то, что он подготовил меня. Ну, вся его подготовка, мне кажется, это его заслуга. Даран, что послужило вам стимулом? Участник Олимпийских игр Виталий Ходяков. Он неоднократно был чемпионом Азии. Тренировался у нас в бассейне, я всегда на него смотрел. И мне хотелось достичь таких же вершин, как и он. Как произошел этот переход от плавания к триатлону? А, девятый класс. И среди школ у нас был забег 2 километра. Вот тогда дали старт, а у меня кроссовок слетел. Уже все убежали. Ну ладно, я еще долго не мог одеть эту пятку, потому что я сильно зашнуровал свои кроссовки. Но все-таки как-то одел и побежал. И там сидел тренер Мураджуис Гимбаев. Я тогда его еще не знал. Он говорит, скачи, Сайгак. Я уже на первом круге, там один километр был. Я всех догнал, а потом еще и обогнал. Вау! Все в шоке были. Потом подошли ко мне тренера. Начали звать. Давай в легкую атлетику, в плавание, у тебя перспектив не будет. Начали так говорить. Я сказал, ну просто в шутку, если будет соревнование по триатлону, зовите. Я с удовольствием просто хотел себя попробовать в этом спорте. В интернете видел, а сам в Казахстане знал то, что он непопулярный вид спорта. И примерно через полгода случайно я просто бегал на стадионе и увидел этого тренера. И он мне говорит, поехали на Иссыкуль на сбор, а потом чемпионат Центральной Азии будет в городе Кокшета по триатлону. Я согласился. На следующий день мне дали мой первый велосипед. Поехал на сбор. Я бегал с Гульжанат. Она была участником Олимпийских игр в Рио по марафону. Я с ней тренировался около месяца. А потом встретился с командой сборной по триатлону Шимкента. Там был тренер Данбай Олимпай. Он мне дал велосипедную форму, потому что я очень долгое время катался просто в шортах, ну без какой-либо экипировки. Форма, конечно, была большая. Я в ней утонул. Ну, ничего, тренировался. И с ним на велосипеде катался всего лишь около 20 дней. Но первый же старт в Центральной Азии я занял первое место. И все были в шоке, потому что мне на финише даже остановили. Сказали, тебе еще надо один круг добежать. Ну, просто меня никто в жизни не видел. А я говорю, я уже все первый. Ну, и зашел. Не на финише. Ну, тогда все были потрясены. Ну, новенький пришел, и тут сразу первое место. А там были пацаны, которые по три года занимались. И после этого меня как бы затянули в триатлон. За то, что я вообще сам стал до Кургана. У нас не было федерации в нашей области. И поэтому я выступал больше года за Шимкент. А, понятно. Да. А только потом вернулся в свой город. Ну, видишь, как все хорошо сложилось, да? Начал с плавания, а потом сейчас занимаешься триатлоном. Вот скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что плавание твой любимый сегмент? Ну, если ты раньше занимался плаванием. Или я ошибаюсь? Да, я очень обожаю плавать, но это не мой самый сильный сегмент. У меня это бег. Я тоже многократный чемпион Казахстана по легкой атлетике. И получается лучше всего бег, но люблю плавание почему-то. Как обстоят дела с вело? Вело у меня, можно сказать, сильное. Я никогда не отстаю ни от какой пачки. Иногда даже догоняю. Ну, велосипед я не люблю, потому что там надо долго сидеть на седле. Это не так приятно. А в бассейне расслабляешься, нервы отдыхают. Очень любимое занятие. Спортсмен, например, переходит с одного вида спорта в другой. В твоем случае с плаванием в триатлон. С какими сложностями столкнется? Если в будущем для тех, кто хочет, например, связать свою жизнь с триатлоном. Может, какие-то есть моменты, на которых нужно заострить внимание? То есть это же не просто ты занимался плаванием, потом перешел в триатлон. Многие вообще любители или бывшие пловцы, когда переходят на триатлон, они в первую очередь велосипеда боятся. Вот это повороты, там, еще это шоссейник же. Он не такой удобный, как горный. Многие на горном катаются. Как преодолеть этот страх? Так, ну, я сам не знаю, потому что у меня страха не было. Но это в основном у девушек постоянно страх. У меня сразу была уверенность. Ну, бывал я боялся в группе кататься, потому что я иногда кого-то задену, и как будто сейчас завал будет. Да, в пилотоне нужно быть очень осторожным. Ну, к этому привыкаешь. Максимум три месяца, и я уже катался свободно, ничего не боясь. Занятие спортом, выступление на соревнованиях – это борьба самим с собой. Да, в первую очередь. То есть в какой-то момент, если ты пожалеешь себя, это означает, что ты проиграл. Но если ты соберешь волю в кулак и добежишь до финиша, то ты будешь вознагражден. В таких сложных моментах, в переломных моментах, как себя мотивировать? Как себя мотивировать? Так, ну, я вообще такой человек, который не любит сходить с дистанции. Даже если я плохо себя чувствую, я до конца дойду. Вот это было на последнем Кубке Азии. У меня ужасно заболела печень или два бока. Я шел немного пешком даже, но я дошел до финиша. Это сила воли или это все-таки опыт? Блин, это сила воли больше. Опыт в этом не поможет. С 2016 года выступаешь на соревнованиях по триатлону, правильно? Самый удачный старт для тебя, который вот запомнился? Это в этом году чемпионат Азии в категории U23. Я занял первое место. На меня хорошо поработала команда, в особенности Семен Пивоваров. Он мне помог с плавательным этапом, так как он у меня не самый сильный. Он помог мне выплыть. Потом доехали все вместе на велосипеде. Я в основном отдыхал, потому что я готовился на бег. Сидел всегда сзади. Ну, думал, пусть они едут, а я отдохну. На бег вышел, очень свежая еще, подготовка была хорошая. И бежал, и всех как стоячих вот так фук-фук. Не могу объяснить по-другому. Как на втором круге я уже был первым. И просто держал свою позицию. Дальше не так сильно напрягался. Опиши свои эмоции на пьедестале почет, когда ты стоял. У меня улыбка с лица не уходила. Это само по себе происходило. Особенно еще, когда гимн начал играть. Вообще так приятно внутри все переворачивалось. Еще у меня есть, ну, считаю успешным выступлением. Это в Швеции был чемпионат мира. Я там был самым молодым участником. Я, конечно, там не взял призовое место. Я даже в десятке не был. Но я показал там отличный результат для себя. Это мой был лучший бег. 5 километров, 15-0-2. Я так никогда не бегал. Ну и все, это вот два моих, которые я запомнил старт. Самый обидный, не сложившийся старт. Вот в Алма-Ате Кубок Азии не получилось. В планах было, ну, пятерки это как минимум быть. Потом на чемпионате Казахстана в прошлом году, а нет, это был Кубок Казахстана в Караганде, был Ливень. И было три поворота, и я на всех трех поворотах упал, себе шрам заработал. Так и до финиша не дошел. Это мой был первый сход в триатлоне. Потому что я должен был через неделю лететь на чемпионат мира среди юниоров в Австралию. Так и не полетел сюда. С визой не успели. Мы затронули вопрос погоды. Любишь выступать в жару или в холод? Так, ну, я жароустойчивый, и лучшие старты всегда были в жару. Но в холод приятно выступать, потому что на трассе всегда жарко. И вода всегда бодрящая, да? Люблю плавать больше в холодной воде, в гидрокостюме. Гидрокостюм меня держит выше, и сопротивление меньше, плыву быстрее. Для меня это плюс. Ну, ты когда плаванием занимался, ты, получается, никогда не выступал в гидрокостюме? Каковы были ощущения, когда первый раз задел и начал плавать? Первая мысль, вау, ноги не тонут. Это да. Всегда ноги тонут, ноги тяжелые. А тут лег и лежу вообще. Еще тепло самое главное. Не замерзаешь. Ну, вот эти первые ощущения были. Мне очень понравилось. Улучшил секунды, да? Ну, да, само собой. Ну, конечно, это больше силовое плавание, потому что гидрокостюм, в нем просто плаваешь и уже качаешься. Есть ли какие-то народные рецепты или продукты питания, которые дают дарну дополнительную энергию и быстро восстанавливают после соревнований? После соревнований я вообще кушаю все, что хочу. Например, до соревнования шашлык нельзя, а после я пойду и скушаю. А вот по восстановлению лучшее средство – это массаж, конечно, спортивный, не классический. Потом долгая заминка. Это очень помогает. Например, после старта не надо вот так идти, валяться. Лучше вечером выйти на пробежку и всю молочную кислоту разогнать по всему телу. Мы знаем, что физическая подготовка в любом спорте очень важна. В плане психологии, как ты себя готовишь, настраиваешься? Я не знаю, слушаешь музыку или звонишь перед стартом родителям? Как все это происходит? Ну, у нас есть такая хорошая команда, мы постоянно вместе находимся. Мы шутим, прикалываемся друг на друга и вообще, как бы, не замечаешь, как время проходит и уже на следующий день ты стартуешь. Прямо перед самым стартом мы разговариваем, как обычно, подшучиваем друг на друга. И я психологическую нагрузку не ощущаю никогда. Мне всегда легко. А вот, например, если молчать, вот так просто сидеть, замкнуться в себе, это еще хуже, потому что манраж появится раньше времени, перегоришь просто. Ну, надо, короче, не переживать, самое главное. Единственное, когда я переживал, это чемпионат Азии по юниорам был. Я когда увидел трассу, там горы ужасные, и у меня манраж начался, потому что мы тренировались на равнине, и, как бы, я к этому не был готов совсем. Ну, я там чуть раз переживался, перегорел и выступил тоже не так, как и хотел. Я там был седьмой, а планировал в тройке быть. Ты можешь сравнить себя, какой ты сегодня, и какой даром был в 2016 году, когда только начал заниматься триатлоном? Так, ну, я всегда сильным был, но... Вот, ну, я поменялся благодаря своим тренерам, это вот Максим Крят, Глушенко Андре, который на данный момент меня сейчас тренирует. Благодаря им, у меня прям результат вообще подрос, я прям чувствую. Чувствуешь, да? Да, прям лечу и не устаю. Ну, вот, когда ты летишь на соревнованиях, тебе вслед кричат, «Даром, терпи!» Ты слышишь болельщиков, это придаёт тебе силы или нет? Или ты сфокусирован только на себе, не слышишь, не видишь никого? Ну, я всё слышу, ну, мне приятно то, что, ну, мне кричат, всё такое. Но мне, конечно, было бы приятнее, если бы мне сказали, например, какую-то ошибку. Вот у меня тренера говорят, руки ниже, шаг длиннее, ну, всё такое. А когда просто, ну, поддержку делают, ну, приятно, но это бесполезно. Например, когда тебе очень плохо на дистанции, и вслед ещё кричат, давай быстрее, а ты не можешь, что тогда вот эта поддержка, наоборот, она не подбадривает, а только напрягает лишний раз. Давай поговорим о твоих целях. Твоя главная цель? Главная цель сейчас для начала отобраться на Олимпиаду, потому что к состоянию ещё есть Аян Бесимбаев, надо его обогнать. А вообще главным соперником по континенту Азии – это Оскар Кокин здесь из Гонконга. Он идёт в лидерах, главное, принять нет на Олимпиаду. Мы сейчас летим в Венгрию, потом в Чехию, Польшу и так далее. Будут Кубки мира. Если я везде буду входить в топ-10, то очень большие шансы попасть на Олимпиаду. Мы очень надеемся, что за тебя будем болеть на Олимпийских играх. Я тоже буду очень стараться, чтобы попасть на них. А если попаду, то, я думаю, выступлю на этом. Достойно. Вот свободное время ты читаешь и не знаю, чем ты занимаешься? Читаю книжки, особенно, мне больше всего нравятся эти психологические. Ну, их так много перечитал, то, что уже как бы неинтересно, хочу что-нибудь поменять на фантастику или ещё что-нибудь. Потому что там одно и то же уже идёт. Потом, ну, учился рисовать. Вау! Это интересно. Самые вот эти начальные курсы, вот эти, которые глаза, нос. И как? Получалось неплохо, но потом взял и забросил. Ну, я просто подумал, есть намного важнее дела. Это можно вместо рисования просто сидеть, растягиваться или ещё что-то. Я подумал, ну, занять лучше полезным делом для меня, да. Ну, сколько времени проводишь в интернете, то есть в социальных сетях? Ну, я стараюсь активно вести свой инстаграм, поэтому... Ну, я уделяю примерно в день... Честно-честно. В день. Ну, часов, наверное, 6-7. Потому что я ещё люблю поиграть иногда. Ну, это отвлекает очень от всей этой суеты. Ты просто лёг, играешь и всё. Дорогие друзья, сейчас у нас вопросы на засыпку. Готов? Да, готов. Ты умеешь хранить секреты? Да. Чем ты в себе гордишься? Я думаю, характером. Ты умеешь готовить? Да, умею. Коронные блюда? Кто хочет, бешпормовку, логдак, тебе разница. Вау! Ну, бешпормовка, я с тестом не вожусь, но только готовое тесто, а остальное всё могу. Твой идеальный день? Отдыхать я тоже не люблю. Например, просто две лёгкие тренировки, наверное. Как бы описали тебя твои друзья? Всёвый. Душа компания. Активный или пассивный отдых? Активный, конечно. Ну, в футболку играть, там, догонялки. Конечно, мы давно не играем. Закончи предложение. Моя хорошая привычка – это? Вставать рано по утрам. Моя плохая привычка? Засыпать поздно. А как бы ты себя описал в трёх словах? Скромный, быстрый, сильный. Твой любимый час из 24 часов? Обед примерно. Да? Обеденное время? 5 умножить на 5, сколько? 25. Если всё сложится идеально, каким ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет? Ага. Ну, ещё где-то на одной олимпиаде. К сожалению, отведённое нам время подошло к концу, но напоследок хотелось бы услышать от тебя лайфхак любителям триатлона и пожелания нашим телезрителям. Лайфхаков таковых нету, это всё надо тренировать, но лишним не будет, если вы перед стартом выпьете побольше воды, тогда ваши бока болеть не будут. Вот. И пожелаю, чтобы вы болели за нас, поддерживали. Мы постараемся не разочаровать вас. Спасибо большое за интересную беседу, Даррен. Удачи тебе не только на всех стартах, но и в жизни. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы на этом завершаем нашу программу. Я же напомню, что сегодня у нас в гостях был мастер спорта международного класса по триатлону Даррен Конспаев. Занимайтесь спортом, смотрите КАСПОРТ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!